Хрупкие, как крылья бабочки, и невероятно красивые, как самые восхитительные цветы из райских садов, в Бурлинском музее открылась выставка вееров. Этот аксессуар из прошлого был необычайно популярен с середины 18 века и до начала 20-го. Свою коллекцию вееров в Иваново привезли супруги Макеевы. Собрали буквально за несколько лет со всех уголков земного шара. Здесь есть современные копии вееров Марии Антуанетты и Маты Хари. Или вот, жемчужина коллекции веер «Тысячи лиц» из Китая. Лица людей здесь выполнены из тонких шлифованных пластинок слоновой кости. Черты и выражения у всех разные. Мотивы национальные, любовные, юмористические. Дамы тщательно подбирали веер в зависимости от наряда, настроения и места, куда они направляются. Это необходимый атрибут. Без него нельзя было никуда пойти в такое место публичное. В гости, в театр, на бал. Это не был необходимый предмет, который он должен иметь. И, конечно, он должен соответствовать месту присутствия. Балабал надо быть с избальным веером. И к платью нужно было тоже подбирать. В общем, достаточно много было этих предметов. Коллекция тоже у каждой женщины была своя. Замужней даме были позволительные веера с яркими цветами или томных глубоких оттенков. У молодых девушек все наоборот. Пастельные нежные тона с изображением, например, ромашек, что символизировало чистоту и невинность. Подарок для дамы веера – это очень приличный подарок. Но не девушки. Девушки первый веер дарили к первому балу. А если молодой человек дарил, то это был так называемый свадебный веер. То есть это уже подарок к свадьбе. Это значит, что они уже помолваны, они уже стоят в неких отношениях. Первый удар по веерам нанесла французская революция 1789 года. Светская жизнь тогда свернулась примерно лет на 15. С возрождением империи Наполеона все вернулось на круги своя. Веера – это фактически летопись истории. Все важнейшие события отражались на них в виде рисунка. Первые железные дороги, первый полет на воздушном шаре. Начало 20 века – эпоха модерна. Крупная веера мрачных тонов, как предвестник того, что скоро этого аксессуара не станет. Его убила Первая мировая война. Все. Первая мировая война отменила корсет. Она окончательно ввела стрижки короткие. Пуговицы со спины дамской перешли наперед. Потому что дамы в лазарете, дамы... Многие женщины пошли работать, мужчины-то... В общем, война была очень тяжелая. Это было повсеместное явление. И, конечно, веер. Он стал просто не нужен в этой жизни. В современном ритме жизни веер действительно не нужен. Прохладу теперь навевает кондиционер, да и платья стали куда прозаичнее. Однако красотой веера наслаждаться никто не запрещает. Это как прикосновение к прошлому, прекрасной его части. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.